ЗАШИБНОСЬ! Олесь! О, Клара! Зачем ты это? Ну, мог бы хотя бы из вежливости на поцелуй ответить, ну? Что-то никаких бабочек в животе. Кать! Да стой, надо поговорить! Кать! Мне не о чем с тобой разговаривать. Да ты что, злишься на меня? Я? Я злюсь? Да боже упаси, чтоб я злилась хоть на одного мужика! Знаешь, а вы все одинаковые! Для вас слово «порядочность» не значит ничего! А я-то дура думала, что ты особенный! Ты из-за Нади, что ли? Да плевать мне на твою жену! Делай, что хочешь! Целуйся с кем хочешь! Мне все равно! Я ухожу из твоей жизни навсегда! Ты из-за Олеси, что ли? Да она пьяная, в стельку! Она не понимает, что творит! Сама пойди проверить, если хочешь! Она пьяная, а ты и рад стараться! Ты что за глупости несешь? То есть, я еще и глупой, получается! Кать, да я… Извини, шеф! Да плевать мне на твоего шефа! Да угомонись ты! Слушай, пусти меня! Это моя машина! Да угомонись уже! Да нет, извините, это я не вам! Да тут одна задержанная боянь! Я задержанная! Одна… Значит так, поступил приказ сверху. Раз сам призрак уже мертв, судом выдано постановление на арест его помощницы, той самой Клары. Наш лже-призрак утверждает, что она работала в связке со своим крестным. Отработай эту версию. И лучше, чтобы оно так и оказалось. Ориентировка на нее уже разослана. Если знаешь, где она, сразу вези в отделение. И смотри, чтобы не сбежала. Нам нужен подозреваемый, которого можно предъявить журналистам. Да пусти меня! Ты все понял? Пусти! Я вас понял. Слушай! Есть. Да пусти меня, у меня рука болит, ну правда! Да отыключи, это моя машина, отыключи! Ну угомонись! Ты выполняла поручение своего крестного? А это здесь сейчас при чем? Выполняла или нет? Даже если да, то каким боком это тебя касается? Призрак твой крестный. Приказ тебя задержать как соучастницу. Мить, ты с ума сошел? Где дядя Гриша, а где призрак? Да он полжизни в тюрьме прохлаждался. Да эта тюрьма была ему как гостиница. Ты в курсе, что он оттуда периодически выходил. Господи, да не говори ерунды, ну как можно просто так взять и выйти из тюрьмы, а? Ты же сама говорила, что твой крестный спец по прохождению через любые стены. Ой-ля! Клар, я вынужден тебя арестовать. До выяснения всех обстоятельств. Поверь, лучше это сделаю я, чем кто-то другой. На тебя уже повсюду ориентировки разосланы. Вот тебе и здравствуй, новая жизнь. Кать, я понимаю, это… это временная мера, я тебе обещаю. Я понимаю, ты ни в чем не виновата. Я постараюсь сделать все, чтобы ты вышла. Тебе даже в КПЗ не придется сидеть. Потусуешься у меня в кабинете, как обычно. Хорошо, раз нет других вариантов, я могу пойти забрать свои вещи? Да, конечно. Мить, спасибо тебе за то, что ты мне помогаешь. Спасибо, что меня поддерживаешь. Пока. Э, Кать, стой! Катя, стой! Ты куда? Прости, Мить, у меня нет другого выхода. Так будет лучше всего. И, кстати, я собрала ключи от твоей машины тоже. Не дай бог еще решишь играть в погоню. Как ты это… Что? Как я украла? Так я же воровка, я же домушница. Называй, как хочешь. Для меня это просто детский лепет. Кать, подожди, подожди, не уезжай. Если ты уедешь, ты же понимаешь, какие последствия будут, Кать. Я не Катя. Я Клара. А Катя умерла много лет назад на том пожаре вместе со своей семьей. Кать, стой! Если ты уедешь назад, дороги не будем. Да что значит назад, Мить? Не надо было вообще пытаться сделать из меня законопослушную девочку, перед которой открыты все горизонты. Мы же прекрасно знаем, чудес не бывает. Светлое будущее может быть у тебя, у Олеси, но не у меня, а у меня свой путь. Да, может быть, он ведет в никуда. Но знаешь что? Иногда выбора просто нет. Выбор есть всегда, Кать. Выбор есть всегда! Тебе так только кажется. Кать! Катя! Стой! Кать! Кать, не уезжай! Пожалуйста, Кать! Черт! Пошли! Стой! Катя! После вашего звонка губернатору Клара объявили в розыск. Ну, вот и хорошо будет знать, как нос воротить. В любом случае, ей полезно будет в тюряге посидеть, о приоритетах подумать. Ее уже арестовали? Пока еще нет. Ищут. Ну, так подсуетись. Сделай так, чтоб побыстрее нашли. Алексей Иванович, вы за это не беспокойтесь. Даже если ее не арестуют, у меня есть другой вариант. И поверьте, ей лучше оказаться в тюрьме. Так тебе и надо, сказочница. Новую жизнь захотела принца на белом коне. На, получи и распишись. Олеська, блин, тоже хороша. Ну что, как я тебе? Секси? Да угомонись ты уже. Ну, подумаешь, вас с Кларой не понять. То ты ее арестовываешь, что вы друзья, то ты ее снова пытаешься задержать. Остановились бы на чем-то одном, а? Ну, реально, разве из-за ваших разборок страдаю я, чувствуя себя как ребенок при разводе родителей. Хватит уже пить и бороть чушь. Эй, отдай. Клара меня не ревнует. Ага. Ну, конечно. А почему она тогда так среагировала на мой поцелуй? И для протокола. Я перед подругой чиста. Я ни в чем не виновата. Между прочим, она сама мне тебя и отдала. Чего? Ага. Сказала, что с женатиками нинь-ни. Так, все, пора тебе домой. А то дача плохо влияет на твою печень и твои мозги. Где ключи от машины? Никуда я не поеду. А я тебя не спрашиваю, я оставлю тебя перед фактом. А у тебя разве нет более важных дел? Ну, например, сказать начальству, что подозреваемая сбежала? Можешь свои комментарии оставить при себе. Поехали. Я без своего чемодана не поеду. Так иди собирай чемодан. Ну, раскомадывался. А у Димки там все нормально с женой? Да. А чего ты спрашиваешь? М-м-м, да так. Мой-то на дачу заезжал. Ну, мы же и там с тобой соседи. Так он Димку видел. С какой-то темноволосой красоткой. Ну, так мило ворковали. Подумал, ты понимаешь. Клара, она бесстыжая. Так ты что-нибудь знаешь об этом? Знаю. Больше, чем хотелось бы. М-м-м. Лизонька, ну что ты стоишь? Пойдем. Обед стынет. Пойдем. Ну, вот где она, Леша? Давай, давай, пойдем. Почему она не возвращается домой? Ну, Лиз, ну, ты не волнуйся. Главное, все будет хорошо. Возможно, просто дочке нужно время для того, чтобы успокоиться, прийти в себя. А если она не захочет вернуться? Силой привезу. Я вот думаю, может мне к Олесе съездить? Ну, я не думаю, что это возымедействие. Уж если кто-то может с ней договориться, так это Ромка. А где Ромка? Кстати. А я не знаю, я его с утра не видела. Алла, вы не знаете, куда Роман уехал? Исходя из его утренней ссоры с Олесей, вероятнее всего, он поехал к ней. Вот и доверяй после этого людям. Вообще-то некрасиво выставлять гостей. Бухать с утра некрасиво. Садись в машину. Только не за руль. Привет. Привет. Вот, домой депортирую. Правильно делаешь. Эй, я вообще-то здесь. Алло. Слушай, отвезешь ее домой? А я машину потом пригоню. Без проблем, спасибо. Проблемы есть. Еще какие. Я к нему в машину не сяду. Зачем опять набилась? Тебя забыла спросить. Иди знаешь куда? К своей Рите. Удачи тебе. Она тебе понадобится. Эй, Дим, подожди. Я с этим предателем не поеду. Что смотришь? Ты что, меня ревнуешь? В твоих мечтах. Спасибо. Угу. Здравствуйте. Проходите. Привет. Она здесь. Да. Сообщу, как они будут выходить. Как селось, барашка? Как селось, барашка? Зашипись. Тоже мне друг называется. Теперь я точно суперзвезда. Что мне с этим делать, а? Прости. Прости меня. Я не должен был тебе усложнять жизнь, говорить про свои чувства. Но, Олеся, я испугался. Чего? Боюсь потерять тебя, как близкого мне человека. Как родную душу. Слушай, я... Я ошибся. В чем? В своих чувствах к тебе. Понимаешь, твой отец в последнее время помешался на идее Фикс выдать тебя замуж. А я как представлю, что ты все свое время будешь проводить с кем-то другим, что ты уедешь из дома. Конечно же, я эгоист и собственник. Я просто боюсь, что я могу тебя потерять. Поэтому я наделал глупости. Прости. То есть ты меня любишь, да? Люблю. И очень. Но как друга. Да. И как родную душу. Пожалуйста, дай нам шанс. Ну, конечно, если я противен, я уеду. Отсюда, из дома, из твоей жизни. Нет, я просто не буду. Ромка. Мой Ромка. Блин, Олесин папа. Олесин папа. Олесин папа, черт потери. Предатель. Нельзя же быть такой упертой. Клар, ну не будь дурой. Возвращайся. Ну не усложняй себе жизнь. Тебя же все равно поймают. И тогда я тебе уже ничем не смогу помочь. Бегу, волосы назад. Наверняка очередная ловушка. До свидания. До свидания. Идет. Ну, привет, милая. Мальчишки, я бы с вами пощебетала, да времени нет. Руку убрал. А то, что? Ну! Поехали. 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 Слышь, братан. Че такую тёлку и в расход? Может развлечемся вначале, а? Базару нет. Поехали к моей сеструхе. Там ее точно искать никто не будет. Ты кому она нужна? Шеф сказал, что у нее вообще никого нет. Пропадет, никто искать ее не будет. Не вопрос. Хорошо. Ой, господи, девочка моя, наконец-то ты вернулась, слава богу. Мам. Ты совсем нас с папой не жалеешь, мы чуть с ума не сошли. У бабушки от волнения прям давление поднялось. Доченька, ну нельзя нас так пугать. Ну что, все, папа простила. Но я же, я же не со зла. Ты пойми, я о тебе заботюсь. Я же предупреждал тебя про этого, Данила. Ну ты вспомни. С самого начала я еще не знал, что он на конкурентов работает. Предупреждал? Ты не слушала. Предупреждал. Ну вот. Я думала, он просто так тебе не нравится. Так он мне просто так и не нравился. Отцовское сердце не обманешь. Ладно, я к себе пойду, голова раскалывается. О, ты выпила что ли? Да. Немного. Ну ладно, нанейте его, я провожу. Не нравится мне ее состояние. Главное, домой вернулась. Думаю, кризис миновал. Да это Бог. Пойдем чайку пьем. Чемодан в спальню поставлю? Не-не, оставь здесь, я потом разберу. Ром, а как давно ты знаешь, что ты приемный? Ты помнишь родителей? Нет, ну, родители я не помню. Что приемный я знал. Всегда. Алис, не обижайся, я не хочу больше говорить на эту тему. И, пожалуйста, не поднимай ее при семье. Особенно при маме. Моей. Приемной маме. Конечно. Прости, я не подумала, что для тебя это болезненная тема. Ромка, я скучала. По нам, по нашим разговорам. Я тоже скучал. Давай сыграем? Что? Ты же знаешь, я не умею играть. Знаю. Ну, ладно, ладно. И? Что дальше планируешь? Ну, сначала разберу чемодан, схожу в душ. На кой черт я вообще все эти платья взяла? Мне кажется, ты не очень хорошо соображала тем вечером. Да. Надо признать, петь я не умею. Я вообще про твою работу спрашиваю. В следственный вернешься? После стольких прогулов, уверена, меня уже уволили. А может, одно и к лучшему. Надоели все эти расследования. Кстати, расследование… Ты только не говори, что уже передумала. Ты же знаешь, что я никогда не был фанатом твоей работы. Да нет, не в этом дело. Просто я сидела, анализировала, и мне совсем не нравятся выводы, к которым я пришла. Это ты о чем? Понимаешь, в случае со смертью Дани есть два варианта. О, нет. Знаю этот блеск в твоих глазах. Ты опять за старое? Да подожди ты, помоги обмозговать. Даниил Лебаа покончил с собой, но у него не было мотива. Он занимался промышленным шпионажем. То есть был тем еще циником. А такие, поверь, в петлю не лезут. А прибавь еще жену и маленького сына, которого нужно поднять на ноги. То есть вариант с суицидом точно отметается. Если это не было самоубийство тогда… Тогда это убийство. И причем не важно, кто его совершил, призрак или кто-то другой. А что важно? Мотив. Кому нужно было убрать Даниила. И здесь мы подходим к самой поганой части этой истории. Ты же не хочешь сказать… Сказать точно не хочу, но и отключить мозг тоже не могу. И что делать, я не знаю. А ты не думал о том, что наша семья была не первой работой Данила. У такого человека, как он, врагов предостаточно, его мог убрать любой из них. Да, Ром, я об этом не подумала. Какая же я все-таки дура. Ты не дура. Просто варианты развития событий есть всегда. Как в случае с нами? Друзья или… Друзья. Исчезла? Да, уехала. На звонки не отвечает. Понимаете, если она, если она сама придет в полицию, это будет один расклад, в пользу Клары. Но если она пустится в бега, то… Нет. Сейчас. Сейчас. Странно. Она никогда не отключала. Людмила, пожалуйста, помогите мне ее найти. Я не причиню Кате вреда. Я ее друг. Кате? Так вы знаете, кто она? Да. Мы дружили в детстве. Я не хочу, чтобы с ней случилось что-то плохое. Поэтому помогите мне ее, пожалуйста, найти. Может, у нее есть друзья, близкие. Никого. Ни родных. Ни близких, знакомых. Только я и Гриша. Был. Ну, должен же быть хоть кто-то. Не знаю, но… Бывший парень, школьная подруга. Молодой человек, боюсь, вы не… не понимаете, какой жизнью жила все эти годы ваша подруга детства. Так расскажите. Расскажите, мне нужна хоть какая-то, хоть маленькая зацепка. В том-то и дело, что этих зацепок нет. Гриша с детства припахивал ее к своей работе, когда нормальные дети бегали в спортзалы, музыкальные школы. Эта девочка помогала Гришке обворовывать богатые квартиры, музеи. Когда ее сверстницы мечтали о большой чистой любви, Клара смеялась над ними, потому что уже такого насмотрелось у меня в борделе, что никто бы не заставил ее поверить в то, что эта самая любовь есть. Нет, вы не подумайте. Она никогда не была моей сотрудницей, одной из… Гришка бы меня убил. Но ведь девочке глаза не завяжешь, уши не заткнешь, голову не отключишь. Вот мы и получили то, что есть. Клара никому не доверяет и никого к себе не допускает. Поэтому, молодой человек, я не могу вам ничем помочь. У нее нет никого, кому бы она могла обратиться за помощью. И самое страшное, что во всем этом виновата я. Нельзя. Нельзя было мне доверять ребенка. Нельзя. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вылезай. Приехали. Ребята, а вы куда меня привезли? Тебе понравится. Послушайте, да зачем я вам, а? Кто вас нанял? Мой друзьят, ух ты, разговорчивая какая, а? Послушайте, меня нельзя, я же, я же ваша, ребят. Все будет хорошо, тебе понравится. Давайте попробуем договориться, а? Договоримся, договоримся. Зоя, Зоя! Я тебя задушу, поняла меня? Поняла. Пошла. Кого ты привыкла? Привет. Слушай, ну не мешай, лучше пожрать приготовить, давай. Девушка, помогите, вызовите полицию. Ага, сейчас, я еще только брата ментам не сдавала. Так, мальчики, развлекайтесь, я пока картошку пожарю. Давай, братан. Ай, моя девочка. Давай, давай. Ребята, не надо. Как же мне нравятся такие? Не надо, не надо, нет. Так, спокойно. Пожалуйста, помогите, не надо, не надо, пожалуйста, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо. А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Господи! 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 Катя! Стоять! Стоять! Грёстные! Надь, ну сделай музыку потише, ну соседи ж! Надя! Надь! Чёрт! Ты их убил! А что мне оставалось? Смотреть, как они тебя т***ят, а потом завалят. Им за это заплатили. Кто заплатил? Папочка твоей подружки. Людка говорила, ты скитовалась с дочкой Зубова. Лучшую компанию не могла найти? За что ему меня убивать? За то, что ты дурно влияешь на его дочь. Бред какой-то. Зубов и за меньше убивал. Ты вообще откуда это знаешь? Тебя вообще здесь быть не должно. Тебя убили. Тебя кремировали. Ну считай, что перед тобой призрак. Нет. Нет этого быть не может. Призрак – это серийный убийца. Мой крёстный не может быть призраком. А ты меня не суди, ты в моей школе не была. Передом истоял выбор. Либо стать призраком, либо на самом деле отправиться на тот свет. Второй вариант, как понимаешь, мне не улыбался. Кстати, тебе тоже придётся решать. Уйти со мной и выжить. Или остаться здесь и умереть. Зубов не успокоится, пока не доведёт начатое до конца. Ему свидетелей не нужны. Это он приказал убить мою семью? Людка трепанула. Ничего доверить нельзя. Значит, это правда? Опа. Ништяк. Ну что, едешь со мной или остаёшься? Решай быстрее. Ну, рейтинги впечатляют. Не зря я в тебя столько вбухал, да? Стараемся. Я отправил вам на почту список мероприятий на эту неделю. Вам надо много успеть, потому что за сутки до выборов агитация прекращается. Ну, такими темпами я и без дополнительной агитации думаю, что уже в дамках. Да, если ты хочешь мне что-то показать, распечатай, а то мне это ваша электроника. Алексей Иванович! Тебя стучать не учили. Но! Выйди и нормально зайди. Алексей Иванович, разрешите. Эх, молодежь, а. Вечно учить приходится. Ну, входи, чего там. Алексей Иванович, на вашем заводе пожар начался сильный. Потушить не могут. Пожар? Почему сразу не сказал? Ну, я пытался. Пожарную вызвали? Да, конечно. Ты это, ты там на сегодня отмени всё. Алексей, Алексей Иванович, вам что, плохо? Ты меня так напугала. Как ты себя чувствуешь? Плохо. Вообще сил нет. Ну, это понятно. Ты потеряла много крови. Надо было послушать врача, а не выписываться так рано. Ты ещё себе такую физическую нагрузку дала, что... Дим, ну я тебя умоляю, не читай ты мне мораль. И так душно. Дима, я никому не нужна. Дима, меня списали в утиль. Глупости не говори. Это не глупость. Я из-за этой беременности перестала быть прямой балериной. А всё знаешь почему? Потому что я старая. Что ты такое говоришь? Какая ты старая? Тебе до старости как до луны пешком. Ты не понимаешь. Ты никогда меня не понимал. Ты моя балерина. А у балерин короткий век. И мой срок истёк. И что меня дальше ждёт? Кардебалет? Или ещё хуже административная должность? Так лучше тогда сразу умереть. Надь, ну думай, что говоришь. Ну, если совсем всё так плохо. Давай я вызову психотерапевта. Прямо сейчас. Не надо психотерапевта. Я просто очень расстроилась. Потому что я никому не нужна. Неправда. Я же рядом. Тима. Тима. Пожалуйста. Ты только не оставляй меня. Не бросай, слышишь? Потому что если ты меня бросишь, то... то у меня в жизни ничего не останется. Я буду полной неудачницей. Надо мной будут все смеяться. Особенно это Петрова. Я этого не переживу, нет. Я этого не позволю. Всё. Пожалуйста. Всё, успокойся. Я не уйду. Просто попытайся сейчас уснуть. Тебе нужно набираться сил. Хорошо. Только ты, пожалуйста, не уходи. Угу. Ну, что? Как Надя? Плохо. Мне кажется, у Нади сильная депрессия. Нужно показать её специалисту. Димка, ты что, решил её в сумасшедшую записать? Ну, глупости-то не говори. Это же очевидно, что Надя нуждается в квалифицированной помощи. Она не понимает, что говорит. А ты понимаешь, что ты творишь? Ты о чём? Рассказали мне, что ты к нам на дачу любовницу притащила. Тошнада. Ни с туданью совести. Я просто думаю, где? 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 Не пустила этот промах в твоём испытании, а? Да, твоя жена только что ребёнка не теряла, а ты... Мам, да нет у меня никакой любовницы. Дуру только из меня не делай. Иначе зачем ты её притащила? Чтоб книжки читать? Какой, да? Ты совсем, ты совсем как твой отец. Вот он, он женатый был, а на чужих баб заглядывался. Мам, мне нужно было помочь Клаве. Ей грозила опасность. Мне нужно было её где-то спрятать. И спрятал. У нас на даче. Но ты лицемер. Лицемер. А потом зачем? С какой стати тебе эту преступницу спасать? Да стой, стати. Что Клара это? Это Катя Жаренова. Твоя крестница. Не говори чушь. Это ерунда. Катя умерла. Много лет назад. Не умерла. Её не было в доме во время пожара. Катю успела увезти оттуда дядь Гриша. После того, как у неё на глазах расстреляли всю семью. Мам, мам. Тимка. Катя. Крестница моя. Жива. Да. И нуждается в нашей помощи. Не меньше, чем Надя. Катя. Ты сейчас пошутила? Нет. Клара, это и есть наша Катя? Да. Этого не может быть. Я тоже сначала так подумала, а потом я вспомнила. Помнишь заключение пожарной инспекции? Угу. Её тело на пепелище так и не нашли. Естественно. Там было такое пекло. Сгорело всё дотла. Вон от взрослых почти ничего не осталось. Мы хоронили их в общем гробу. Боже мой. Толь, как страшно, а? Как страшно. Гришка, вот сволочь, а? Сволочь. Он же тогда виделся с нами на похоронах, но про Катюшу ничего не сказал. Просто забрал её и всё. Мог бы нам отдать. Он её всю жизнь слабал. Он её в притоне вырастил. Он же воровать её заставил. Боже мой, бедная девочка. Да я тоже хороша. Вот и хороша. Какая же я крёстная, если я не могла уберечь ребёнка. Ну ты ведь ничего не знала. Не знала. А потом? Как я набросилась на неё? Я же её во враги записала. А что Катя виновата, что она выросла такой? Это мы, взрослые, не доглядели. Ладно, ладно. Что делать-то дальше будем? Я понятия не имею. Вот теперь я знаю точно, почему нашего сына так тянет Катя. Вот сложись всё иначе. Не Надя, а Катя стала бы нашей невесткой. Вот правда же, да? Да. Но Надю тоже жалко. Надо за ней присмотреть, чтобы она глупости не наделала. Нет, оставлять её нельзя. Но Катя я тоже не оставлю. Ты как думаешь, где она сейчас? В розыске. Как в розыске? А так. Выяснилось, что этот Григорий и есть тот самый призрак, делом которого занимался наш сын. Ну, а Катя логично предположить, что она знала обо всех его делах. Она его сообщница? Получается. Боже мой, вот судьба у девочки, а? Да. Мы должны найти тадоката. Самого лучшего. Я ещё не знаю как, но мы вытащим её из этого болота. Понял? И я не могу позволить, чтобы моя крестница села в тюрьму. Свет, а ты можешь сильно удивлять. И ещё нужно вернуться в кафе, забрать твою машину. Подожди, а с этими что? Ты их так и оставишь здесь? А чё им, торжественные похороны организовать? Обойдутся. Крёстные, там до хрена наших отпечатков. Через пару минут их не будет. Садись в машину. Сколько людей ты убил? Некорректный вопрос не считал. И сколько ты этим занимаешься? Лет двадцать. Только давай договоримся, я не маньяк. Я наёмник. Да? А есть разница? Не хами, Катя. А то что, убьёшь меня? Бургу, не гони, садись давай. На кого ты работаешь? Будешь сильно смеяться. На Зубова. Это что было? Зачистка наших отпечатков. Господи, хотя бы всё обошлось. Может, взрыв был не столь серьёзен? Может. Да, бедная папка. Это же его основной бизнес. Да, видно много у вашего Лёшечки поклонников. Ба, думаешь, это был поджог? Заводы, деточка, просто так не взрываются. Мам, я тебя умоляю, хоть сейчас не начинай. Да что я такого сказала? Мам, папа, ну… Я ничего такого не сказала. Пап, ну что там? Дорогой, как ты себя чувствуешь? Красный весь, наверняка давление. Будет тут давление. Лиз, это конец. Что, много сгорело? Мама, практически всё. Взрыв был очень мощный, произошёл в самом центре завода. Огонь слишком быстро распространился. Я не знаю, что делать. Есть погибшие. Я даже думать боюсь о том судебном разбирательстве, которое меня ждёт. Пап, думаешь, пожар произошёл по чьей-то ошибке? Пока не ясно. Нет, это конец всему. Бизнесу конец. Политической карьере конец. Лёш, успокойся. Ну, ты же сам всегда говорил, самое главное, чтобы родные и близкие были живы и здоровы. Остальное дело наживное. Ты не один. У тебя есть семья, мы рядом. Помни об этом. Да, мама права. Мы всегда тебя поддержим, пап. Ну? Доченька, да ты даже не понимаешь. Завод уничтожен. Для того, чтобы его восстановить, нужны огромные деньги. У меня таких нет. Мы их найдём. Мама. Нет. Нет, нет и нет. Можете на меня не рассчитывать. Я не люблю класть все яйца в одну корзину. Так что без обид. Родня роднёй, а бизнес бизнесом. Право выбора, конечно, за тобой. Но прежде чем сказать мне нет, ты всё-таки льзвей за и против. Ведь если Зуба узнает, что ты жива, и можешь против него свидетельствовать, то можешь засекать время на секундомере, за сколько за тобой приедут. Как ты стал призраком? Случайность. Тогда работал на Домовского, кестя Зубова. Вот уж кто был. Страшный человек. Ну, там по мелочи помогал ему. Украсть там чего, или наоборот подбросить. Но не убивал. До одного случая. Налоговый инспектор? А ты умная. Случай. Просто он не вовремя вернулся домой. Застал меня за кражи документов. Но туда-сюда залезалась драка. Он сам винул о том, что выпал из окна. Практически это нельзя назвать убийством. Но если я не ошибаюсь, там была какая-то пресмертная записка. На, подфартило. Он был профи, но совершеннейший шизует в личных отношениях. Невеста его грозила сбросить, вот он постоянно и слал ей эти записки. Одна из них лежала на столе. Так что его смерть констатировали, как суицид. А Домовскому понравилось. Он даже тогда сказал, все было тихо и изящно. Вот так и появился призрак. Почему ты не отказался? Почему не сбежал? Сразу видно, что ты не знала Домовского. От предложений таких людей не отказываются. И от них не сбегают. В свое оправдание могу сказать только одно, что фактически я своими руками почти никого не убивал. У основного это был яд, который я приносил заранее. А откуда у тебя пистолет? Я шо сказал, почти. А Домовский, да и Зубов потом хорошо мне платили. Да и к тому же тебя надо было на ноги поднимать. Отлично. Я же еще и виновата. Да ни в чем ты не виновата. Просто если б твой упрямый отец послушал меня и свалил в дачу прямо тогда, когда ему об этом сказал, все было бы по-другому. Все были бы живы. Нет. Вцепился он мертвой хваткой в дела Домовского. За что и поплатился. Ты поэтому тогда приезжал на дачу? Ты его предупредить хотел? Я услышал разговор охранника Взубова. Если б лисенок тогда не закапризничал о машине, если б мы не вернулись... Что вы об этом говорите? Вы же ничего не измените. И мама, и лисенок убиты, и их не воскресить. Согласен. Ну, а ты решай. Спустишь ты все это Зубову с рук или все-таки поможешь мне отомстить за свою семью. Но если решишься, тебе самой придется стать призраком. Умереть. Во всяком случае, официально. Потому что иначе Зубов похоронит нас заживо. Слав, это точно ее? Точно. Машина с обрыва слетела. Сейчас водолазы пытались тело найти. Но течение здесь очень сильное. Пока ничего. Не могу поверить, что она сама. Да точно сама. Тут дороги далеко. Да и мотив-то у нее был. На нее все-таки облаву устроили. Тут у любого нервы сдадут. Хотя я не исключаю, что с управлением не справилась. Посмотри, вон, какая трава скользкая. Гололед. Ну, экспертиза покажет. Слушай, а Катя там точно была? Катя? А, я оговорился, извини, в смысле Клара. Да точно, точно. Аквалонгист, когда тело искали, сумочку нашли и за сиденье зацепилось. Там мобилы, документы и все остальное. Дим, ты точно в порядке? Ты как-то это дело слишком близко к сердцу принимаешь. Не первая утопница все-таки. Тешо вообще. Очень нравится. Да. Принято. А ты постарайся. Зря я тебе, что ли, такие бабки плачу. У меня бизнес на грани краха. А он мне про какие-то штрафы стрекочет. Мне эти бабки нужны для того, чтобы уладить все со страховщиками и проверяющими. Я уже не говорю про восстановление завода. Каждый день миллионы убытков. Если надо, на лапу сунь. Но чтобы формулировка несоблюдения техники безопасности даже не звучала, понял? Кошмар какой-то. Сергей, с банком разговаривал? Да, отказали. Сослались на недостаток активов. Твою. Ну и где теперь деньги на восстановление завода брать? Ну, а с тещей поговорить не пробовали? Для ее корпорации не такая значительная сумма. Поговорить не пробовали? Так она и согласилась. Нет. Такого повода поглумиться над собой я ей не дам. Ну, так может, с супругой или с дочерью поговорить? А лучше напрямую. С Романом. Тоже не вариант. Он из принципа в бизнес не полезет. Даже ради любимой сестры или племянницы? Алло. Олесенька. Девочка моя. А ты не хочешь помочь своему папе? Ром, можно? Да, да. Проходи. Ты так или по делу? По делу. Папа звонил. Все еще хуже, чем он думал. Ему очень нужна помощь, а банки отказались давать кредит. И ты хочешь, чтобы я поговорил с мамой насчет суды для фирмы твоего отца? Да, если можно. Ром, ты же знаешь, я не зациклена на деньгах. Я просто очень переживаю за папу. Хорошо. Я попробую. Но результат не гарантирую. Ромка, ты самый лучший. В общем, от сигналь, как поговоришь с бабулей, хорошо? Спасибо тебе еще раз. Как это? Как это не приезжал? Надь, ты не беспокойся. Наверное, у него важное дело. Он все-таки на работе. Да для него все важнее, чем я. Дела, работа. Это Клара. Да я уверена, что он сейчас с ней. Да потому что я звонила ему на работу, его там нет. Конечно, теперь, когда нашего ребенка нет, то я ему больше не интересна. А мне? Да скажите, а мне тогда зачем вообще жить? Надя, Надюша, да что ж ты будешь делать? Ну что ж ты будешь делать, а? Привет. Привет. Решил на обед заскочить? Есть что перекусить? Котлеты. Отлично. Толь, помоги. Я оказалась между молотом и наковальней. Так. Ну что еще случилось? Вот выясни, пожалуйста, где Дима. Потому что у него телефон не отвечает, а она где там, она рвет и мечет. Он ее с утра не навещал, а это на него совсем не похоже. Да? Да? Угу. Ну не знаю, может, что по работе? Нет, ну я ж не спорю, но пусть он мне, пожалуйста, позвонит, а то она там с ума сходит. Дима. Ага. Я так и думал, что найду тебя здесь. Здесь. Ты чего телефон-то выключил? А то мать беспокоится. Что случилось? Катя погибла. А я тут сижу и думаю, зачем мне такая жизнь без нее? Субтитры создавал DimaTorzok